И мы продолжаем наши прямые эфиры, как мы анонсировали раньше, гость нашей студии Дмитрий Ларионович Уманец, генерал-лейтенант. Дмитрий Ларионович, здравствуйте. Неважно, генерал-лейтенантов бывших не бывает, это точно. Это даже я, как не военная, знаю. Здравствуйте, здравствуйте, кто нас видит, здравствуйте, народ. Я даже сержант в запасе Советского Союза, сержант-сержант, так что тут как-то... Хорошо, что мы все в запасе, пока люди продолжаем. Дмитрий Ларионович, скажите, пожалуйста, вот очень многие говорят о том, что в последние дни обстановка очень сильно накалилась снова на наших границах. И вот секретарь Совета национальной безопасности и обороны Поруби сказал о том, что может начаться серьезное военное противостояние уже, я так понимаю, на континентальной Украине. Вот начнем с этого. Действительно ли вы считаете, что возможно такая ситуация? И если да, то что тогда мы должны делать сейчас, прямо немедленно? Ну, ситуация действительно серьезная. Это все знают, так сказать, от малого до великого на сегодняшний день. Вот, и про это рассказывать не нужно. Нужно думать, как восстановить этого врага. Будем прямо сегодня говорить не просто, что вот кто-то там что-то чуть-чуть у нас откусил или забрал. Мы имеем дело с серьезнейшим врагом. Причем врагом, который нанес удар Украине в самый неподходящий момент. Когда Украина, когда люди, когда наш народ еще не очухался, простите за это слово, от Майдана, и в этот момент был нанесен удар в спину. Вместе с этим зэком Януковичем. Будем так прямо говорить. Потому что вся эта операция была, на мой взгляд, отработана очень давно. Они-то в банях собирались, то еще где-то там обговаривали все эти вопросы. И вы посмотрите, стиль, механизм и методика поведения этих зеленых человечков, понимаете. То, что на Майдане было, оно очень похоже. А оно похоже? А почему вы думаете? Ну, давайте я мысль закончу, потом... А, хорошо, тогда вернемся. Если можно, потому что вы, журналисты, будете... Сбивать в толку. Я люблю вопрос-ответ, понимаете. Правильно. По-военному, да. Поэтому, на мой взгляд, что нам необходимо сделать? Кое-что уже сделано. Правда, с опозданием. И это не ради критики. Многие об этом говорят. И политологи, и политики наши, и другие, и критиканты, и некритиканты. И все говорят, что у нас решение запоздало. Это соответствует действительности однозначно. Если бы мы предпринимали превентивные меры, то мы Крым могли бы не потерять. Но у нас Черчилля нету. У нас Черчилля не оказалось. Понимаете? Поэтому, на сегодняшний день про Крым мы, наверное, говорить пока не будем. Жизнь покажет. Что касается дальнейших действий, на мой взгляд, нам нужно сегодня мобилизовывать все. Народ, страну, прорывать информационную блокаду. Это от вас очень много зависит. Потому что такие области, как Донецк, как Луганск, к сожалению, Большому, Харьков, столица бывшая, так сказать, Украины. Ну и Херсонская область, Николаевская область. И, наверное, еще ряд других, где люди не просто, так сказать, ну, какие-то, нельзя сказать, что непонимающие, а люди просто зомбированные вот той информацией, которую они получают. Они получали порции то, что нужно. Понимаете? Я считаю, что мы с этой задачей не справились. Поэтому сейчас одна из задач – это пробить информационную брешь, особенно вот в этой области. И это надо делать немедленно. Потому что, когда человек, начинаешь ему что-то объяснять, причем объяснять правдиво, объективно и справедливо, ну, только какой-то недоразвитый может не понять и не понять, где же правда, здесь или здесь, понимаете? Поэтому, что касается военной сферы, я сказал, что мобилизация, мобилизация, можно, это широкое понятие, объявили частную мобилизацию, но сейчас, чтобы не допустить дальнейшего кровопролития, чтобы не допустить раскола Украины, чтобы не потерять нашу Украину, Я считаю, что сейчас необходима мобилизация по всем направлениям, то, о чем, что я уже говорил. И самое главное, сейчас нужно, конечно, укреплять оборону. Это и специалистами, это и техникой, это и ресурсами, всем, по всем направлениям практически. Безусловно, что здесь должна работать и дипломатия. Мы не должны идти на коленях, просить, мы должны требовать у той же Англии, понимаете, у той же Америки, которые гарантировали нам, так сказать, независимость, гарантировали нам наши границы, вот, и так далее. То есть мы в этом плане не должны быть просящими, мы не должны стоять на коленях перед таким, как этот Путин, потому что Путин может пойти, или вернее не пойти на Украину только тогда, когда он почувствует силу, когда он почувствует, что мы собрались, что мы можем дать отпор, что он повезет свои гробы туда, в Москву. Только в этом случае его можно остановить. В этом можете не сомневаться. Кто-то болтает сегодня, что, а вдруг он не пойдет, а вдруг передумает, это неправда. Я лично, как военный человек, никогда ему не поверю. Если он пошел вот так в Крым, как я вам говорил, нож в спину, то он пойдет на все. И то, что ему Крым нужен, ему не Крым. Ему нужно, прежде всего, чтобы Украина не была в ЕС, ему нужно, чтобы Украина не была в НАТО, и чтобы ему Украина была ручная. Вот что нужно Путину. Я ответил на ваш вопрос. Да, частично, у меня есть продолжение. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот для того, чтобы провести полную мобилизацию и укреплять обороноспособность страны, очевидно, нам нужны ресурсы. Насколько сейчас есть возможность осуществить полную мобилизацию? Потому что некоторые говорят, что даже люди, которые частично были мобилизованы, и то их нечем обеспечить простыми сапогами, оружием, одеждой и так далее. Насколько это возможно? Народ сейчас почувствовал угрозу, и народ готов помочь армии, хотя это стыдно говорить, что там возят батоны, понимаешь, кашу. Вот, ну что делать в такой ситуации? Нас государство 23 года над этой армией издевалось, понимаете? Так получилось, что армия никому была не нужна. С нее сначала все высосали, все продали, раздели, вот. Потом поставили на колени в Крыму, а потом еще начали эти вновь призначенные прокуроры пугать уголовными делами. Понимаете, какой маразм? Вот до чего мы дожились. Поэтому сегодня нужно мобилизовать армию раз, нужно расставить кадры, которые морально подготовленные, прежде всего имеют мораль управлять коллективами, которым верят люди, понимаете? Не этих маршалов, которые служили в партии регионов, не этих маршалов я имею в виду, это не авторитеты. Они заслужили перед своей родиной вот такие иконостасы, понимаете, как у маршала Жукова, то тот хоть войну прошел, а тут ничего. Армия вот в таком состоянии, а у них вот такие иконостасы, понимаете? Какой парадокс. Я про этих генералов говорить не хочу. Я хочу про тех говорить, которые, ну, к примеру, я там могу привести генерал-полковника Лопата, который стоял насмерть за сокращение каждого солдата, это правда. Такой генерал, как подготовленный, прошел серьезную школу в советской армии, генерал армии Родецкий, ну и ряду других. Ну, я называю, потому что мы непосредственно были начальники, я их знаю, ему сказать. Остальных говорить не буду. Что касается сегодняшнего дня, продолжу мысль вот в организационном плане, что все-таки, что еще нужно мобилизовать? На мой взгляд, нужно военным, генералитету особенно, начальнику генерального штаба, что-то ее не слышно и не видно, может какие-то засекреченные операции проводить, я не могу сказать на данный момент. А кто у нас сейчас начальник штаба генерального? Генерал-лейтенант Куцин, значит, поэтому нужно в этом плане тоже поработать, потому что люди должны, люди пойдут за авторитетом, понимаете. Не за болтуном и не за тем человеком, который нерешительный, а за тем, кто способен в данной сложной ситуации проявить определенные действия. Это тоже немаловажный сегодня фактор. Я считаю, что в организационном плане, в кадровом плане армию немедленно нужно укреплять. У меня тоже вопрос есть с этим, как это? Разрешите обратиться, товарищ Генерал-лейтенант, я же он, Медлев. Сейчас, когда мы говорим о более полной мобилизации, да, или, как вы сказали, мобилизовать то, что еще не мобилизовано, то есть, какая-то вопрос логична о так называемом всеобщем вооружении народа. Вот очень много оружия на руках, так нам сообщают наши коллеги из других медиа. И что делать с этими вот людьми? Как вы считаете, надо ли дать людям оружие еще больше? Уже довольно много в Украине. Стрелковое, автоматическое оружие или же только армия занимается этим? Это как кадровые военные, как относятся к вооружению населения и к всеобщему вооружению народа? Андрей, давайте не сбивайте меня, я против политики государственной не пойду, это будет неправильно, значит, безусловно, что вооружать нужно армию. Кстати, я выскажу свое мнение, мы же беседуем, так сказать, и вы приглашаете людей, которые должны говорить свое мнение, а не чужое. Да, конечно. Только свое. Создают сейчас национальную гвардию. У нас уже такой рецидив был. У нас уже национальная гвардия была. Когда? Она создается сейчас, ну она была где-то там, по-моему, я точно не скажу вам сейчас, где-то с 96-го, по какой-то там… Ну, в начале независимости. Да, ну не совсем в начале, в середине, можно сказать. Ну, при Кучме, да? Да, был при Кучме, да. Первым командующим нацгвардии был генерал Кузьмук. О, тот, который самолет гражданский сбил. При нем уже все. Давайте не будем про самолеты, Андрей, не сбивайте меня с главной мыслью. Вот, поэтому, значит, вот видишь. Про нацгвардию все. Про нацгвардию, да, про первую нацгвардию. Я вам хочу сказать, что, ну, принято решение, конечно, но, на мой взгляд, нужно было укреплять армию, понимаете, доукомплектовать личным составом, специалистами там, вооружением, выделить соответствующее денежное содержание и так далее. Сейчас заново формировать на базе, опять-таки, больше, наверное, внутренних войск, вот эту национальную гвардию, я, например, не уверен. Я не утверждаю, но я не уверен, что какой-нибудь не придет по Пандополу вновь избранный президент, я прошу прощения, понимаете. Но они заслужили, чтобы их так называть, потому что, к сожалению, у нас за все время независимости нормальных президентов не было. Я ни одному из них не верю. Особенно Ющенко, который обманул страну, народ и так далее. Поэтому я не знаю, не придет ли такой, который захочет из этой нацгвардии сделать себе опять под себя жандармерию, чтобы охраняла его от своего народа. Я в этом не уверен, понимаете. Ну, принято решение, это такое дело. Я свое мнение высказываю. Я бы, например, безусловно, больше внимания уделил бы армии, которая предназначена для охраны внешней стороны нашего государства, понимаете. С внутренними мы как-нибудь разберемся со временем. Я знаю, что проблемы есть, но разберемся. Но сейчас у нас враг. Прежде всего, это внешний враг, понимаете. Поэтому здесь должна работать, безусловно, армия. Дмитрий Леонидович, скажите, пожалуйста, а насколько вообще, в принципе, украинская армия технически готова сейчас отразить наступление российской армии? Например, есть у нас, я знаю, противовоздушная оборона, танки, мощные... Ядерного оружия нет, точно вот это известно. Я знаю, вот, вот, насколько мы реально готовы. И можем ли мы за короткий период быть готовы? Ну, я вам скажу, вот этот период, который был, когда там, будем говорить, шла какая-то возня в Крыму, непонятная, и мне в том числе, вот, непонятная возня шла, то за этот период, ну, я бы сказал бы, что некоторые вопросы решены. Значит, ну, произошла передислокация войск, сначала вроде под видом учений, ну, это правильно в принципе, а потом заняли войска определенные, так сказать, позиции уже в Черниговской области, я знаю, в Донецкой области, там, в Луганской области, вот, это действие правильное. Я считаю, что, в принципе, бояться не надо сегодня даже с Запада, что там у нас осталось, не так много войск, но их надо все использовать сейчас, конечно, на восточной границе, потому что, как ни странно, но немец на нас пока с поляком не нападает, слава Богу, и я думаю, что не нападет. А напал друг, брат, я не знаю, как ее еще назвать, поэтому нужно укреплять эту границу. Я сейчас планами этими не занимаюсь, точно вам не могу сказать, да, наверное, и это в прямом эфире говорить не надо, понимаете, сколько чего там, там же думают, наверное, сидят, вот, поэтому будем надеяться, что сегодня идет, так сказать, я бы еще на что обратил внимание, что слабо вот эта мобилизация, которая объявлена, частковая мобилизация, все-таки ее нужно, так сказать, делать более решительно, оперативно, быстрыми темпами, у нас времени нет. Мы понимаете, мы все время почти опаздываем, мы все время опаздываем решениями. Что, пример, ну что принято вчера решение было руководством страны о том, что выводить войска с Крыма. Что выводить, если все уже захватили, что выводить? Ну это цирк, это весь народ смеется. А много вы потеряли в Крыму? Ну как много потеряли? Ну, корабли потеряли, бронетранспортеры потеряли, понимаете, стрелковое вооружение потеряли, да и людей потеряли. Люди стояли до конца, которые, так сказать, еще могли бы, несмотря на то, что у них там и семьи, там и квартиры и все прочее, но если бы было принято решение своевременное, оперативно решение было принято. Ну а какое решение? Чтобы они отражали, так сказать, используя стрелковое, автоматическое, все оружие, которое у них было? Андрей, 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 вы знаете, это глубокая тема, потому что, если бы мы смогли сработать превентивно и могли блокировать еще с самого начала работу Верховного Совета Крыма, понимаете? Да, это огромное дело. Покружить теми же бойцами внутренних войск, тем же Беркутом, который мы расформировали, кто его знает, не буду критиковать, но мы же чувствовали, что к этому идет. Были учения, какая-то же разведка должна была наша работать, понимаете? Что явно что-то готовилось. Так разведка-то подчинялась Януковичу. Во-первых, а во-вторых, Крымский Беркут вернулся в Севастополь, если не рекомендировать. Я поэтому и говорю, что, вы знаете, критиковать можно всех и каждого, и особенно сегодня, то, что мы оказались в плачевном состоянии в любом направлении, в том числе и в разведке, иначе этот руководитель СБУ, как его, этот... Сейчас или бывший? Не, бывший, фамилию не хочу помнить. Якименко, да. Якименко. Вот, поэтому, на мой взгляд, конечно, мы оказались в очень сложной ситуации, и выползать нам было очень сложно, безусловно. Но, тем не менее, если бы мы чуть-чуть раньше вот это все, как я, слово хорошее, превентивно, то есть упрежденно работали, то все-таки мы могли с этой ситуации выйти более достойно, понимаете? А вот с точки зрения военной операции, вот, ну, если бы вы руководили, да, вот, вся эта ситуация, которая сложилась в Крыму, вот, с самых первых дней, понятно, что мы не готовились к войне, никто не ожидал, что это произойдет. Может быть, разведка работала, но она уж точно Януковичу подчинялась, вряд ли, там, нашим, те, кто стояли на Майдане. Вот, если объективно вот исходить из той ситуации, которая сложилась, вот, ваша позиция, нужно было защищаться, ну, вот, стрелять и начинать полномасштабные действия, или все-таки сразу же уходить? Не допустить была же идея замечательная сказала. Нет, не допустить я услышала. Это отличный, правильный ответ. Ну, тут все равно, как бы, просто не допустить уже недостаточно, то есть нужно было либо, если они готовились, они все равно бы шли до конца, мы могли бы окружить Верховный Совет. Сложный этот вопрос. Ну, первое, действительно, нам надо было защищаться, на мой взгляд. Я, как военный человек, не понимаю, мне очень больно, вот это все было смотреть, споглядотать, да, есть такое слово. Вот, поэтому для этой армии, для этого нас учили, для этого мы существуем, так же, как и любой другой человек специальности, вы же хлеб кушаете каждый день, да, значит, этот человек хлеб там каждый день делает, так и солдат должен быть, в нужный момент он должен выполнить свою задачу. Поэтому я считаю, что нам нужно было зубы показывать, нам нужно было обороняться, понимаете, а не вот так вот сдавать все подряд, и вот. Ну, а потом, когда уже было понятно, что силы неравны, естественно, видно было, что мы не сможем, то, конечно, нужно было принимать, на мой взгляд, решение более оперативно, чтобы вывести войска с людьми и с вооружением. Куда думать там, это потом надо было на континент вывести, а потом, действительно, с палаток уже думать, куда людей поселять и так далее. Ну, это мое мнение. Другого. Скажите, пожалуйста, а насколько Россия готова воевать? Потому что, ну, мы же все читаем там массу интернет-изданий, часть из них хорошая, часть какие-то помойки, вот, извините за такое слово. Но, тем не менее, многие же пишут, что на самом деле Россия тоже не готова, и что Россия фактически стянула все, что у нее было боеспособное туда, и там держит сейчас на границе, пытается показать, какая она сильная. Так это или нет, вот, может быть, вы сможете. Да, я чуть-чуть смогу. Значит, смотрите, Людмила, я в армии в Советской прослужил немало. И, в принципе, конечно, в состоянии сегодняшней российской армии трудно, так сказать, оценить реально. Но, в общем-то, чтобы сказать, что это очень сильная армия, я сказать этого не могу. То, что Путин за 4-5 лет армию перевооружил на более новые виды вооружения, то это однозначно. Правда, еще не все, ну, там только начались выпуски самолетов, к примеру, Су-35, МиГ-35, там, новые вертолеты. Вот, ну, проект подводных лодок там, ну, они только, эти проекты, как говорят, начали осуществляться. Сейчас еще неизвестно, если американцы все-таки ударят по экономике России, посмотрим, смогут ли они эти проекты, так сказать, притворить в жизнь. Это еще большой вопрос. Посмотрим, будут ли они что-то делать. Потому что моральный дух выше украинцев. И была такая когда-то поговорка, что украинец без лички все равно, что, ну, помните, да? Нет, не знаю, скажите. Вот, ну, я сказал уже. Мне еще нет. Почти, да. Поэтому украинцы служаки, украинцы, в общем-то, ну, с казаков же пошло это дело. Поэтому моральный дух... Сейчас там казаки все больше какие-то русские казаки. У нас сильнее. И просто, видите, руководство государства, еще раз повторяю, за 23 года ничего не сделали для наших вооруженных сил. В любом отношении. В квартирном, в денежном, в вооружении и так далее. И в моральном плане. Только добивали. Только. Я хочу подчеркнуть еще одну мысль, Люда. Можно, да? Только не нужно. Да. Значит, мы вот все время можем так критиковать Турчинова, критиковать, так сказать, других. Но тут я усматриваю и недоработку военных, и прежде всего генералитета. У нас все привыкли, как вот нам гены впрессовали, что я начальник, ты дурак, понимаете? И генералитет, особенно вот когда гражданские министры пришли, они как-то так занимали пассивную позицию. Заглядывали в рот этим лебедям, особенно этим соломатиным подонкам, понимаете? Простите, но я говорю то, что я знаю и думаю, и уверен в этом, понимаете? Я один раз послушал этого соломатина, как-то пригласили тоже меня, как представителя нашей корпорации, так сказать, на одно совещание, и я послушал выступление этого министра, ну вы поверьте мне, я просто был в полном безумии. Как это еще до Лебедева, который был, да? Да, до Лебедева, понимаете? Который там сформировал этот Укроборонпром, расформировал Министерство промышленной политики. И в итоге сейчас не работает ни Укроборонпром, ни Министерство промышленной политики. У нас все время какие-то реформы в государстве, в армии, только нет дела. Иллюзия реформ. Все было направлено на сокращение, добивание. Вот практически ничего не было поставлено. Единственное, где-то, по-моему, в 2006, наверное, или в 2007 году, вот там где-то 16 или 17 танков Булат Юлия Владимировна, так сказать, это ее заслуга. Дала возможность поставить в 72-ю дивизию Белую Церковь вот этих вот 16. Булат, разве называется? Да, Булат танков, новых танков. Так, по-крупному, но по мелочевке танки-то я не беру. А вот скажите, пожалуйста, если мы получим... Очевидно, что войска НАТО не будут навоевать на нашей территории. По крайней мере, сейчас они об этом заявляют. Но мы можем рассчитывать, я так понимаю, на какую-то финансовую поддержку, поддержку оружия, я знаю, какими-то пайками странными. Пайками, это сильно. Да. Так я себе думаю, что... Двойными пайками. Если пайки вынести в сторону, то вот если бы у нас были сейчас финансовые возможности, если у нас наша оружейная промышленность, которая могла бы очень быстро сейчас производить какое-то оружие, которое могло бы укрепить армию, и как долго, в принципе, нужно времени, чтобы изготовить один танк. Извините за идиотский вопрос. Интересно, честное слово. Видите, про пайки мы говорить не будем. То, что нам сегодня нужно требовать, все-таки просить, требовать наших, так сказать, как их назвать, соседей, чтобы нам помогли... Страны гарантов, да, союзники. Стран гарантов, союзников просить, безусловно, чтобы нам помогли, прежде всего, в финансовом плане, вот, вооружением, техникой. Это, я считаю, нужно, потому что, чтобы создавать свою технику, это очень непростой, Люда, длительный алгоритм, понимаете. В Советском Союзе, там, допустим, тот же 300-й комплекс знаменитый, вы слышали, знаете о нем, он выпускался годами, десятилетиями, понимаете, чтобы довести ее до кондиции, чтобы поставить на вооружение. А потом еще настроить промышленность, это тоже требуется время. То есть это очень непростой вопрос. Поэтому нам, прежде всего, нужно укрепляться вот за счет сегодня других государств. Ну и параллельно, безусловно, думать о своем производстве. Танки мы можем производить. Ну, я не хочу расшифровывать по другим видам. Это сложный вопрос. Хотя наметки были, рисовали нам ученые картинки. Я присутствовал на некоторых совещаниях. Там они квадратики все рисовали, рисовали десятки лет. Вот я одному конструктору задал вопрос. Так сколько, говорю, это года три было назад. Я говорю, сколько вы будете показывать вот этим генералам, полковникам вот эти картинки? Они их слушают, а на выходе же ничего нет. И все, ответ один, нет финансирования. То есть я хочу сказать, что в принципе, то, конечно, безусловно, были попытки науки, так сказать, нашей промышленности. И были предложения, чтобы мы каким-то образом перевооружали свою армию. Но в этом не было заинтересовано почему-то прежде всего президентству, премьерству и, конечно, такие вот министры обороны. Не солдат здесь виноват, не подполковник, не майор. А их сейчас подставили опять. Страдал больше всего не депутат на Майдане, да, а страдал простой народ. Там страдает не генерал, а страдает солдат. А принимает решение то за солдата генерал, а он решение не принимает. А сколько нужно времени, чтобы изготовить один танк, который вы сказали, мы можем изготовить? Это интересно. Мне это интересно. Это годы или сколько? Или это возможность делать крокосрочные? Я не танкист, я ракетчик. Я бывал на этих предприятиях, танковом в заводе Малышева и здесь, в Киеве. Такой вопрос интересный вы задали, конечно. Давайте мы так сделаем, чтобы я не был брехуном, я этот вопрос уточню и вам перезвоню, скажу. Договорились. И вы в эфире объявите, скажите, генерал не подготовился, но доложил, что на производство танка, я еще там по кумеку и кое-что ищу, и вам скажу. Вот эту хронологию. Нет, но мне интересует год или месяц. Вот это же ваша. Если маленький танк, то быстрее. Если большой. Очень не смешно. У меня вопрос интереснее. Вы коснулись его, на счет танка, тоже интереснее. Но танки точно есть в Украине. Мы договорились. Конечно, да. Вы говорили о духе, боевом духе, так сказать, народа украинского. Да, вот что вы думаете о военно-патриотическом воспитании молодежи сейчас в стране? Вот какие бы ваши были, может быть, рекомендации или соображения на этот счет? Ведь, ну, очевидно, что вот таковая волна патриотизма существует, и, хотя я вот противник, конечно, всех войн и войны, тем более на территории Украины, это же в первую очередь мы здесь живем. Но тем не менее, о военно-патриотическом воспитании молодежи, вот в вашем смысле. Ну, это очень широкое понятие. Это и от вас тоже зависит, понимаете? Вот, пропаганда всего, потому что последние годы об армии говорили только плохо. И о уровне армии действительно падал, так сказать, в подготовке армии, как структуры, которая является основным атрибутом государства, да? Государственность и государство, армия, один из основных атрибутов. В то же время и вот такая моральная, я бы сказал, неустойчивость армии, она сказывалась, безусловно, и на тех ребят, которые все это дело смотрели. Уже многие, в принципе, ну, те шли, наверное, кому деваться некуда. Но это же тоже не подход, потому что в армии должен быть человек подготовленный, понимаете? Наверное, лучше, чем, допустим, там в каких-то других отраслях. То есть профессиональный контракт на армию, да? Нет, безусловно, сейчас уже решение принято, сейчас, правда, я не знаю, как оно будет, но это старой власти было принято решение, что уже у нас призыва не будет. Тут опять-таки вопрос сложный, понимаете? Может, его надо было делать, там, 60% контрактнику, а все-таки 30-40% оставлять призыв. Тут опять-таки мы сейчас с вами за 25-30 минут, пока вы будете меня мучить, мы все эти темы не сможем поднять и дать четкий ответ, правильно? Но то, что этим вопросом нужно сейчас заниматься, нужно поднимать молодежь, начиная с телевизора, так сказать, и заканчивая и военкоматами, школой. Ну, детский сад мы брать пока не будем. Да что вы сказали дважды, что вот здесь война. Хотя вы видели, вот такие стояли с флажками, вот такие вот. 3-4 года говорили, слава Украине. А вы знаете, Адмирий Леонидович, я вот очень долго думала... И все это все начинается тоже. Я вот очень долго думала, когда на Майдане вот особенно были, когда было очень сложно, я вот смотрела на этих молодых ребят, которые шли в бой, и я все время задавала себе вопрос, откуда у них это? Они же ничего, они же войны не видели. Они же не читали книжки даже такие, они же выросли на новых технологиях. Они же сейчас... Вот у меня сын, ему 17 лет, он же уже там, извините, молодую гвардию-то не читал, вот мы точно на ней воспитывались. Для нас это было, знаете, за Родину, да? Призывать его в армию, вашу сыну? Ну, пока ему 17 лет. Не знаю, я сторонница контрактной армии. Но вы знаете, я вам хочу сказать, что я думаю, что если что-то случится, то, конечно, все пойдут. Да. И вот я вам другое хочу сказать, что вот те люди, которые стояли на Майдане, ведь сколько добровольцев тогда из них же пошло. То есть, получается, у нас никогда никакой-то пропаганды и не было, но вот появился какой-то такой общий дух, который, собственно говоря... Понимаете, тут немножко произошел, так сказать, взрыв, я бы сказал, мнение, взрыв вот этого психологического действия человеческого, понимаете? Тут так уже доправились эти зэки, что народ уже просто не выдержал, понимаете? И уже пошел на вот это дело. Добровольцы против зэков пошли. Надо что-то делать. Даже Путин в своем докладе и то сказал, правда, что он потом ответил Януковичу, я не знаю, и то сказал, что ведь вот те ребята, которые стояли на Майдане вначале, то они правильно стояли, это власть их достала. Даже Путин сказал, понимаете, признал. То есть, что-то там же происходит тоже в мозгах, то, что брехня там все идет, это понятно, но они же тоже понимают, что какой-то предел же есть, наверное, этой брехни. Поэтому тут вот такой подъем произошел, потому что люди поняли, что нет дороги назад. Нет дороги назад. Необходимо действовать, потому что иначе или тюрьма, или же, так сказать, победа. Два варианта. Третьего не дано. Или вы не согласны со мной? Согласны. Я не согласен. Путин сказал, что у него главная идея была, что улица никогда не будет решать эти вопросы, и он как раз боится Майданов в России, там десятков Майданов в России. Вот что боится. У него все впереди еще. Да, но поэтому уже он... Я хочу высказать свое мнение, потом когда-нибудь встретимся, скажете, что я не прав. У него еще все впереди. У него не будет такой Майданчик, у него будет Майдан там на этой болотной площади, хороший Майдан со временем, понимаете? Не дошло еще дело до этого. Все должно созреть. И украинцы русский поддерживают. Простите меня за сравнение, Андрей, как яблоко, понимаете? Когда оно не созревшее, оно кислое. Когда оно созревшее, у вас сад есть? Сада нет, конечно. А у меня есть. И огорода нет. Поэтому я знаю. Яблоко сейчас не те уже. Оно вкусное. Вот так и все в жизни, понимаете? Пока не созрело, оно не то. Ну, я вот, конечно, не люблю прогнозов, когда говорят, вот все, будет война, и будем сражаться, и погибать, и все прочее. Но, тем не менее, все-таки так хочется уйти от этого. Искренне хочется. Вот просто. И по-человечески, и как матери. И чтобы наши мужья не погибали, и отцы, и братья. Не хочет. Вот честно, не хочется. Но все равно, вот вы из того, что сейчас, вы же следите, я уверена, уже вы-то профессионалы, вы можете оценивать эту ситуацию. Вот по тому, как ведет себя Путин, по количеству армии на границах, по тому, что происходит. Вот вы думаете, как могут в ближайшее время развиваться события? Ну, я вам скажу, вы начали с того, что вам больно. Но мне абсолютно не менее больно. Потому что я генерал, и мне смотреть, как вот раздирают армию, и мы ничего не можем сделать. Поверьте, мне больнее. Тем более, я человек очень эмоциональный. Я этого не скрываю. Я привык чувствовать чужую боль, понимаете. Это у меня заложено в генах. Никуда от этого не денешься. Мне на работе сегодня очень непросто. Потому что вот эти у нас организации военных примерно там процентов 70. И женщины есть, и все. И каждый день мне кто-то задает вопрос. Причем по-разному. Когда начинался Майдан, когда подтягивали войска, то главный бухгалтер наш мне задал вопрос. Дмитрий Иванович, если военные пойдут против народа, я с военным вообще никаких не буду отношений и здороваться. Вы можете представить, как мне это слышать на работе? Слава Богу, что она знает, что я сторонник этого процесса был, что я там был в начале, ушел с работы, пошел там и так далее, когда детей побили. Не будем продолжать эту тему. Это я вам ответил на вопрос, чтобы вы не думали, что вам только больно. Больно сегодня всем. Не больно только абсолютно безразличным людям. Но я надеюсь, что у нас их очень мало. Что касается ситуации, вы немножко повторяетесь, потому что я на этот вопрос ответил. Чтобы не было войны, по-настоящему, мы должны сейчас мобилизовать все то, что я сказал. Обрагнулась ваша. Мобилизовать государство. Мобилизовать государство. Понимаете? Путин других вариантов не признает. И, безусловно, второй, второй это все-таки вот сегодня семерка там что-то должна решить. Уже восьмерки нет. Семерка, ну он видите, как реагирует на это дело. Вроде все, да, это все ерунда. Я тут разберусь и без вас. Посмотрим. Жизнь покажет, как он разберется. Но если не ударят, особенно в плане экономическом, то я вам скажу, что он свои планы не сможет превратить. Потому что потом пойдут уже процессы быстрее. Негодование людей, народа. И потом там эти ребята, и в том числе, которые сидят, которых он продержал 10 лет в тюрьме. Как его? Ходорковский. Ходорковский. Они же тоже думают, да? Я уверен, что он ему эти 10 лет вряд ли простит. Я бы не простил бы. Думаю, что он это тоже сделает. Поэтому, если пойдут вот там экономически, то вот на основу экономических пойдут вот эти все бытовые проблемы, все, недовольство народа. Так что Майданчик там может быть очень быстро сработан. В Уссурийске, в Дальнем Востоке, в Уссурийске, где мы с вами бывали, да? Вот там много украинцев, и они там поддержат Майдан против, собственно, Путина в Дальнем Востоке. Да, я вам скажу... В Дальнем Востоке отделиться, конечно. Андрей, это вы сказали, Уссурийске это цивилизация. Бурятия поддержала мы эту самую Украину. Бурятия, понимаете? Вы там не были, я был. В Бурятии, в Уссурийске был, в Дальнереченске был, в Владивостоке был, в Хабаровске был, понимаете? А что... Там очень много... Украинцев много. Но там еще много не только украинцев, там еще и много китайцев. Корейцев. И корейцев. Но китайцев сейчас уже больше. Так что там проблемы будут еще. Я не хочу желать плохого чужому государству. Но врагу я хорошего желать не могу. А вот у вас же остались коллеги в России. Что они вам там вообще пишут, звонят, что говорят-то? Коллеги у меня остались. Мне за своих коллег в какой-то степени стыдно. Они мне присылают на Facebook, там всякие дурницы. Вот, на украинской мове будем говорить, что вот я якобы нарушил присягу. Я пока не отвечал, я думаю. Но я так отвечу, что им будет очень больно. Я редко это делаю. Ну, так уже получается у меня. Ну, выслушали? Да. Значит, пишут, что я якобы нарушил присягу. Что ушел от Советского Союза, уехал на Украину. Ну, вот Пенька его спросить, развалился Советский Союз? Я же его не разваливал, Советский Союз, правда, да? Но когда я увидел, что Советского Союза уже не будет, так кому я буду служить? Бурятии или корейцу? Кому я должен служить? Я сам с Украины, с Христиновки. Уманец моя фамилия оттуда. Вот так. Так куда же я пойду? Родственники здесь. Родители похоронены здесь. Так что же, я в России останусь? Хотя у меня, в принципе, все было. Я мог бы так там остаться, жировать и все. Я принял решение за ночь. И к утру я уже был готов. У меня семья, так сказать, меня... Причем было не в Украине, а в Москве было. Меня не обижаются. Но пока патриархат. Может, когда силы уменьшатся, я не знаю, как будет. Уже внучок подрастает, начинает наебать. Ну, еще рановато. Нет, внучок это что же патриархат? Это же не внучка. Вот если внучка, уже... Не, он меня-то начинает немножко наклонять. Понимаете? Так что, вот такие вот есть разговоры. Я это выдерживаю. Ну, мне абсолютно за это не больно, потому что я знаю, что... Как говорится, за мной правое дело. На моей стороне правда. Я за народ. За простой народ. Вы заметили, я не люблю вот этих вот бугров. Особенно те, которые приходят, и сразу уже у них походка даже меняется. Я таких начальников не люблю. Я ближе к простым людям, поверьте, искренне говорю. Вот. В некоторых компаниях, когда я бывал, то я специально представлялся старшим прапорщиком. Вот. А потом, когда общались, говорят, что-то вроде не похоже на старшего прапорщика. Ну, потом это менялось, понятно, да? Ну, это шутка такая. Но, тем не менее, да. Я вам правду говорю, что я больше... Мне ближе простой народ. Понимаете? Я умею разговаривать с уборщицей, со специалистом, с инженером. С журналистами. Да, кстати. Получился разговор. С журналистами это вы уже меня учите, понимаете? Спасибо вам огромное. Это был Дмитрий Уманец, генерал-лейтенант украинской армии. Спасибо вам огромное. И всегда ждем вас у нас в гостях. Все хорошо. Спасибо вам огромное.